Маша, вот этот топ-вопрос, который меня очень часто настигает, это именно, Юля, как вы применяете такое решение в газете? И, собственно, если вот большинству как раз уже понятно, как работает это примерно в рознице, в торговле, в общепите, то что такое газета и какой там продукт, в принципе, есть? И мое сегодняшнее выступление, оно, наверное, знаете, как я бы его назвала, по многочисленным просьбам рассказать, как применяется программа UDES в газете. Еще раз представлюсь, меня зовут Юлия Рыжакова, я маркетолог и коммерческий директор издательства РВС. Это газета, которая выходит в Денском районе, в Краснодарском крае. Я специально сегодня, готовясь к эфиру, взяла показать вам выпуск, то есть это настоящая газета с новостями, с рекламой, с телепрограммой даже, да? Сейчас вот послезавтра выйдет подобный новогодний выпуск, красивые обложки с календарем. То есть, на самом деле, еще наша пресса жива, хотя об этом мы сейчас поговорим. Я, конечно же, поделюсь, какие сложности есть у данного бизнеса. Если мы говорим о том, что это именно частное издание, то есть это именно СМИ, которое выпускает, дает какой-то контент своей аудитории, читателям, то, конечно же, способом монетизации является реклама, и как на сегодняшний день не просто данному бизнесу выживать, потому что это падающий рынок, и в плане тиражей, да, то есть сейчас, конечно же, все цифровое, все онлайн, все новости читают тоже в интернете, но как адаптироваться традиционным средством массовой информации, вот сегодня я об этом как раз-таки расскажу. Короткая история. Газета РВС — это бизнес моего супруга, я имею в виду, то есть мы с ним уже женаты 13 лет, и 12 лет я вместе с ним помогаю в этом бизнесе, мы работаем, это бизнес, который по наследству моему супругу остался от отца, его уже давно нет в живых, но вот самой газете в 21 году будет 25 лет, то есть вот столько уже существует данное издание, его очень многие знают в Денском районе, тираж на сегодняшний день, печатная версия — это 7000 экземпляров, и, конечно же, мы уже давно не ограничиваемся тем, что мы печатная СМИ, уже перешли, конечно, тоже давно в онлайн-формат, называем сейчас себя и онлайн-СМИ, то есть цифровое СМИ, для того, чтобы работать со своей, продолжать работать со своей аудиторией. Коротко, да, то есть сейчас аудитория нашей газеты, составляет около 100 тысяч человек, то есть это чуть меньше, чем все население Денского района, но если говорить о том, кто действительно заходит прочитать какие-то новости на новостной портал, в социальных сетях, у нас очень много подписчиков в социальных сетях, в Инстаграм и в других пабликах, вот, Телеграм-канал, то есть ведем абсолютно сейчас все площадки, размещаем там информацию и являемся лидерами в Краснодарском крае, вот, именно по, скажем так, по скорости выдачи профессиональных новостных материалов, которые самостоятельно добываем, то есть в штате есть журналисты, редактора, дизайнеры, верстальщики, и вот все вместе, весь этот коллектив производит для нашей аудитории местный, локальный контент. Вот еще раз, то есть мы работаем, конечно же, на две аудитории, это у нас читатели и это у нас рекламодатели, то есть это те как раз-таки наши клиенты, с которых мы монетизируемся, да, то есть те, кто, по сути, все это удовольствие и оплачивают. Конечно, газета тоже продается сейчас и по подписке она продается, продается и в розницу, но это абсолютно не те деньги, которые окупают все расходы издательства. Если вам кажется, что это небольшие расходы, это большое заблуждение, печать очень дорогая сейчас, то есть чем такая закономерность такая, чем меньше тираж, тем дороже стоимость экземпляра и, соответственно, дороже тогда расходы на печать. Кроме этого, есть большой штат сотрудников, также это покупка очень много многих программ, которые нужны для работы и обслуживания офиса, то есть все традиционные издержки, как в любом бизнесе. Но у нас независимая СМИ, то есть мы не подчиняемся власти, это не муниципальная, скажем так, не от администрации источник информации, это именно частная газета, которая доверяет, которая решает проблемы жителей, и бытовые проблемы жителей. Но вот еще раз повторю, что информация у нас, контент, который мы даем для своей местной аудитории, он мега популярен, но он свежий, востребованный, и, соответственно, рынок рекламный, он тоже локальный, то есть все клиенты, которые размещают какую-то информацию, свои объявления, это частные объявления, и это у нас, соответственно, от коммерческие объявления, от юрлиц, да, это от предпринимателей, все это тоже на локальном рынке. И сейчас я уже расскажу вам о том закулисе, которое у нас есть, то есть что мы 4 года назад, какая была точка А, конечно же, мы знали уже, как работать с клиентами, и у нас была сервис-система, но не было какой-то программы лояльности, то есть, может быть, вы как-то когда-то размещали в какую-то газету объявление или рекламу, и, наверное, сразу просили какую-то скидку, то есть вот боли рекламщиков, они заключаются в том, что больше всего отжимают скидку именно у рекламщиков, то есть где самую большую скидку просят клиенты, это именно в рекламной сфере. И у нас были скидки от 5 до 20%, средняя скидка составляла 13-15%, и она, вот что мне тогда, как я на самом деле прозрела, было очень интересно, когда мы уже познакомились с UDS, о чем мы не, скажем так, не предусмотрели, что нужно скидку давать не за количество публикаций, как это у нас было, да, а за именно объем, то есть считать деньги, которые приносит клиент нам. Вот, и как раз-таки было вот это несправедливое распределение скидки. Клиенты обещали, что мы будем с вами работать весь год, потом какие-то появлялись обстоятельства, сезон не сезон, они слетали, но они уже получили свою 20-процентную максимальную скидку, а мы остались, собственно, с каким-нибудь убытком, да, то есть чтобы не поссориться с клиентом, обратно ничего не пересчитывали, и вот такие постоянно у нас были истории. Кроме этого, много денег тратили на смс-оповещение, потому что когда заканчивается выход рекламы по медиаплану, да, то этому клиенту необходимо сообщить, что ваша реклама закончилась, и вот на оповещение клиентов уходило много денег, потому что частных объявлений очень много, вот, это были прям большие расходы, то есть примерно 12-16 тысяч рублей в месяц стабильно мы тратили на смс. Вот, конечно же, как мы только не пытались общаться и образовывать своих клиентов, мы создавали клиентский клуб в WhatsApp, из которого клиенты разбегались, мы приглашали их просто общаться с нами, проводили бизнес-завтраки, просили заполнять анкеты, проводили какие-то опросы, это все вручную, это все было не очень удобно, а нам надо было понимать, какая эффективность нашего продукта, и, конечно же, в режиме реального времени понимать, очень важно, потому что человеческий фактор здесь имеет значение, очень важно знать, как работает менеджер отдела продаж, как он ведет клиента, и насколько клиенту с ним комфортно, насколько он максимально его устраивает тоже в сотрудничестве. Задача следующая, это, конечно же, нужно было, я увидела возможность сэкономить на скидках, и вот этот, наверное, наш тогда, ну, новаторский дух, когда мы решили отказаться от прямых скидок и переходить на кэшбэк, чтобы просто вам создать небольшой образ, как это было, это 2016 год. Это предприниматели в провинциальном, небольшом, населенном пункте, в станице Динска, 36 тысяч населения, вот, и образ нашего клиента, он может летом в офис приходить с голым торсом в шортах и шлепках. Это нормальный наш портрет клиента, вот, и мы ему тогда начали говорить про установите приложение, получите кэшбэк. То есть это было, причем там регистрация, даже не по номеру телефона, а создать нужно было электронную почту, и прочие-прочие вот такие вот были истории. И когда мы говорили, что мы будем уходить от скидок, это, конечно, не нравилось и вызывало определенную волну переживаний клиентов, ну, и волну возражений, которые наши менеджеры просто, ну, скажем так, как в пинг-понге, да, играли потом с этими возражениями. Вот, поэтому, когда я увидела, что мы можем сократить через бонусную программу скидки и сделать их справедливыми, равномерными, ожидаемыми, предсказуемыми, да, то есть, и при этом не потерять мотивацию, то есть мы просто прошли этот этап, то мы вошли, скажем так, приняли решение, да, работать с программой UDS. Конечно, нам было важно увидеть, кто наши постоянные клиенты, увидеть именно VIP-клиентов, потому что на них основные продажи держались на постоянных. Важно было получать вот этот как раз контроль качества обслуживания, увидеть какую-то объективную аналитику, статистику, вот, и расширять свою продуктовую линейку, потому что недостаточно было только двух источников дохода рекламы и продажи газеты, и мы понимали, что нам нужно еще идти в сторону рекламного агентства, консалтинга, и что-то еще дать своим вот B2B-клиентам, поэтому мы понимали, что нам нужно для этого увидеть, какой потенциал у нас есть. Мы запустились, были вот как раз-таки небольшие сложности, о которых я уже начала говорить. Во-первых, на тот момент у меня отдел продаж, менеджеры, девочки, они очень долго включались, они прям тихо саботировали, тихо, то есть не громко, не возмущались, но не делали. Я им говорю, что нужно подключать, объясняю выгоду кэшбэка, они все понимают, кивают головой, да, но не делают этого. То есть я смотрю, что у нас за первые 3-4 месяца очень слабый был рост клиентской базы. Далее. Кстати, лечением данного симптома как раз-таки было включение мотивации, то есть это постановление процента с оплаты. Есть такая настройка в UDS, поставить процент с каждой операцией в виде премии для сотрудника. Когда я включила данную мотивацию, то и приложения стали хорошо устанавливаться, то есть здесь все уже началось гораздо веселее. Далее. Болезненный, да, был период болезненного отказа, и мы пошли по пути не резкого изменения, а такого поэтапного вытеснения. То есть вот это поэтапное вытеснение, оно у нас заняло более полугода, когда мы одновременно, то есть мы немножко снизили свою прямую скидку, но одновременно дали кэшбэк. Сначала, то есть самый первый кэшбэк, это был дополнительный кэшбэк в 5% для того, чтобы просто наши клиенты получили клиентский опыт работы, ну то есть они увидели, что такое бонусы, что такое страничка в приложении, в котором есть еще какие-то компании. Ну мы, естественно, были первыми тогда, вот, и в маленьком тоже населенном пункте это вызывало определенные свои сложности. При учении кэшбэк вот на это ушел год, и уже потихоньку-потихоньку к 17-му году мы к Новому году как раз объявили, что все, мы переходим уже только на бонусы, прямые скидки мы отменяем, и мы тогда уже ввели другие настройки. Мы сделали 8% кэшбэк, это клиентам, которые заказывают объем услуг до 10 тысяч рублей в месяц, и клиенты, которые заказывают объем более 10 тысяч рублей в месяц, у них повышенный кэшбэк 18%. Эту аналитику делают менеджеры отдела продаж в конце месяца, они смотрят, каким клиентам сохранить данный статус, а каким клиентам этот статус на следующий месяц нужно убрать. Что делает тогда менеджер в этом случае? Он звонит клиенту и говорит, у вас осталось, например, там, 2 тысячи рублей, чтобы сохранить повышенный статус на 18% ваш кэшбэк на следующий месяц. Что, какие у вас задачи есть еще сейчас, давайте обсудим и давайте сейчас оформим заявку. Вот таким способом менеджеры отдела продаж научились подтягивать средний чек клиентов и выводить их на тот чек, который нам интересен для работы. Вот. Низкий технический уровень клиентов, да, такой был тоже. И вот все, что касается кнопочных телефонов. Вот. Но я думаю, еще более интересно будет моим коллегам по вот этому медиарынку узнать, а как же работать с корпоративными клиентами. Мы это тоже прошли. То есть, когда у нас размещает объявление какое-то, например, там, подает вакансию, да, какой-то корпоративный клиент, как правило, это либо бухгалтер, либо это менеджер по рекламе или менеджер, то есть очень много бывает посредников у данной компании заказчика, то мы предлагаем установить приложение на его личный телефон, но мы говорим, что данная бонусная карта, она является, то есть баллы являются скидкой вашей компании, но именно на вашем телефоне она будет находиться. Если вы хотите, вы можете зарегистрироваться по корпоративному номеру телефона, который в вашей компании есть. На случай того, что если вы здесь не будете работать, то другой человек может потом зайти по данной учетной записи и воспользоваться дальше этими баллами. Если ситуация все-таки бывает на сегодняшний день, такие бывают тоже случаи, когда действительно больше какой-то человек не работает в данной компании, то мы говорим о том, что ничего страшного, мы перенесем ручной баланс с прошлой учетной записи того сотрудника, который у вас больше не работает, на новую учетную запись именно уже на вашу. Вам только нужно зарегистрироваться в приложении, и вся ваша скидка будет на месте. То есть для того, чтобы вот такой выработать бизнес-процесс, потребовался вот какой-то просто свой опыт методом проб и ошибок, мы к этому пришли. И с 15 января прошлого года мы перешли почти два года, мы уже работаем в режиме стопроцентных транзакций. То есть я установила правила для того, чтобы... Я вижу, что мы какую-то аналитику не захватываем, и, соответственно, мы договорились с отделом продаж, что каждая покупка, неважно, это было у нас... У клиента есть мобильное приложение, либо нет, мы все равно регистрируем кэшбэк и копим бонусы клиенту по номеру телефона, либо по нашему корпоративному номеру. Вот это все, скажем так, хоть это и какие-то были сложности, но они вполне, скажем так, я не знаю, наверное, рецептом успеха здесь является просто управленческая воля руководителя. То есть когда вы четко понимаете, зачем вам это нужно, какой вы результат этого будете получать, какой профит, да, соответственно, вы уже просто настойчиво какие-то, скажем так, процессы регулируете и не отходите, ну, не делаете шаг назад для того, чтобы сказать, ой, как-то очень для меня все это здесь сложно, и, наверное, что-нибудь там попробуем еще. Поэтому вот такая была у меня решимость и у моих коллег-соучредителей, да, поэтому мы продолжали и исследовали данный продукт, как он нам еще может быть полезен, потому что сейчас я уже как раз поделюсь, каким образом, какие результаты. Здесь вы уже посмотрели настройки на этом слайде и какой результат на сегодняшний день у нас есть. Четыре почти с половиной тысячи клиентов у нас в клиентской базе. Из них 65% это наши покупатели, остальные прогреваются, да, я называю это клиентов прогреве. И доля VIP-клиентов, которые совершают один или два заказа в месяц, это, по сути, это всего лишь 5% от всех купивших клиентов, это всего лишь 150 таких топовых клиентов, которые нам приносят 55% оборота. То есть вот чтобы вы увидели эту закономерность. Фактическую скидку, конечно, получилось сократить. Сейчас она составляет уже по программе, мы видим, 9%, то есть мы ее убрали на 6%, оставили у себя в обороте. И, конечно же, много денег сократили на смс-рассылках. Сейчас продолжаем. Выручка по рекомендациям, несмотря на то, что такие услуги, казалось бы, сложно рекомендуются, да, все равно мы видим глубину в 6 уровней рекомендаций, на каждом есть покупки. И общее количество выручки, которую принесли нам новые клиенты по рекомендациям наших, это 1 миллион 300 тысяч рублей, которое составляет почти 5% от того оборота, который прошел через систему. Продолжаем работать с модулем интернет-магазина и популярные наши услуги и продукты мы размещаем туда и получаем оттуда заказы. Кстати говоря, продаем еще и электронную версию газеты, которая в формате PDF потом приходит на почту, тоже через мобильное приложение. Клиенты у нас с удовольствием за 15 рублей покупают вот такой электронный номер и оплачивают его через приложение, так как подключена онлайн-оплата. Я, наверное, в своей истории, потому что мне надо заканчивать, уже рассказала, какие действия мы применяли. Это, естественно, обучение сотрудников, это мы брендируем офис, мы сообщаем клиентам об их возможностях, мы постоянно их обучаем, дистанционно подключаем клиентов через разговор по телефону, то есть менеджер отправляет ссылку на присоединение к нашей электронной бонусной карте и с удовольствием клиенты ей устанавливают, пользуются, то есть скачивают приложение. И на сегодняшний день мы еще играем в такие распродажи, то есть иногда делаем распродажи, например, только три дня повышенный кэшбэк, когда клиенты могут сделать заказ по выгодным условиям. Клиенты, так как они видят, что всегда происходят какие-то такие акции, они активно реагируют на пуш-уведомления и активничают у нас в обратной связи, то есть они часто что-то задают, какие-то вопросы пишут. Вот. Поэтому была рада сегодня с вами поделиться этими результатами. Все, что не успела сказать за отведенное время, вы можете еще также увидеть в этой презентации, которая подготовлена к моему выступлению. Мои контакты сохраняются на этом слайде. Спасибо большое за внимание. Я передаю слово следующему спикеру. Спасибо большое, Юля. Шикарный кейс, использование UDS в газете. Это вообще что-то интересное с предпринимателями. Вот тоже ребята тут пишут. Жара, Краснодар. Юля, спасибо. Спасибо большое. Я выключаю запись пока тем временем. Вот. Юль...